Антимонашеское видится везде, в животноводстве, в земледелии трудном. Куда ни глянь, примеры там и здесь. Без семени все мы зимой будем трупы. Без сапашки и без сеяния шикуют сорняки. И без труда в строительстве жилища не возникнет. — Какая будет песня, то смело прореки. Одежду не сошьешь там без иголки с ниткой. Словами мудрости, снисшедшей с высоты, осеменилось поприще в апостольских деяниях. Без жаркой проповеди полигон застыл. В те времена мы ниточку протянем. Бог Егова, сущий надо всем, установил один порядок общий. На все века, всегда, везде посев, и земледелец каждый по весне хлопочет. И вдруг молчальники, затворники-монахи в четвертом веке развернулись лихо. Евангельское семя застопорыли взмахом широких рукавов, и проповедь затихла. Плоды неблаговестия, монашеских преданий нас оккупируют буквально ежечасно. От неуверовавших плачем и рыдаем, не дали там от семени защаться. Куда ни глянь, внимательно всмотрись, какой разброд, раздра и катастрофа. Все потому, где мертвый атеист, где не узнаем про Христа с Голгофой. А все монахи, все они упрямцы, на благовестие не вышли из монастырской глуши. Их Магомед повытрясет из грязки, и вместо ним бы меч и полмесяц глушат. Неблаговестие в веках монашеский конек, возникнет самость, дикое упрямство. Прошли века из тьмы, упрямцам невдомек. Плоды монашества и кладбищем не спрятать. Продолжение следует...